всем привет меня зовут светлана и вы на канале худеющий повар ну что мои хорошие сегодня второй день моего условного голодания на соках чувствую себя прекрасно я выспалась я впервые за долгое время проснулась без легкого года тошноты вот у меня это было присутствовало что тоже не поспособствовала да на переход на голодание у меня было утром какая-то тошнота головокружение такое всегда него настроение не могла не есть не пить первый час да вот такой вот был сегодня я проснулась просто с шикарным настроением просто вообще я еще ничего не пила мне не хочется ни фреши не смузи не вообще ничего вот я уже доеду на работу и через час ровно выпью свой первый фреш вот так что все прекрасно за меня не переживайте читаю все ваши комментарии мне очень приятно что мои подписчики переживают за меня да ребят это опасно для неподготовленных но я очень много литературы прочитала прослушала поговорила с людьми которые проходили это голодание проходили другое до голодания то есть я голодала уже на травах я голодала сухое голодание да там я делаю антипаразитарную систему то есть я в этом деле не новичок я прислушиваюсь я поэтому с первого дня я не ставлю никакие для себя рамки я не говорю вам что я буду голодать 14 дней 20 дней 40 дней как или 60 как прохудел как проголодал точнее вот этот парень которая посмотрела фильм да я не знаю каждое утро буду для себя решать буду ли я голодать или им пора уже выходить поэтому идем и каждый день я вам буду снимать поэтому поддержите меня мне очень важно ваша поддержка это не из легких особенно первые четыре дня я повторюсь это самый самый сложный в этом голодание все мои хорошие я опаздываю на автобус поэтому я побежала если будет возможность обязательно включусь на работе а если же нет тогда уже я сниму вам концовочку вечером все ну что я уже выпила стаканчик морковного флеша сейчас буду желать колпачок и работать еще раз хочу сказать что сегодня чувствую себя на тысячу процентов лучше чем вчера поэтому идем дальше обязательно буду снимать это мы сельдерей яблоко яблочко совсем чуть-чуть в основном себе не самый вкусный сок который может быть но пью его регулярно сегодня прям самого утра получилось его выпить сельдерей фреш отбивает на просто мгновенный аппетит так что он очень помогает именно сельдерей вы я совсем не разложу ну что мои хорошие вот и подошел концу второй день моего высокого голодания чувствую себя просто превосходно сегодня гораздо гораздо лучше все прошло просто гладко за сегодняшний день я выпила всего лишь четыре стакана сока это был морковно-яблочный это был два раза яблочный сельдерей вы и один раз просто морковный то есть вот такой вот набор ничего другого мне больше не хотелось выпила еще две чашки чая без сахара и пила просто воду сегодня было очень-очень много работы потому как суббота вы сами понимаете кафе и рестораны это наш день поэтому очень много было работы и мне некогда было заниматься потом к вечеру я себе сделала вот такую вот бяку и все мои мысли были вот сюда потому что было очень больно нужно было продолжать дальше работать ожог очень болел и у меня отключился мозг насчет того что кушать не кушать все но и вообще я заметила по ощущениям вечер и утро это самое идеальное время для ну как не то что идеальное время для голодания да но самое легко на голоде но просыпается чувство голода ближе к обеду и к вечеру будет пропадать сейчас как бы вообще все здорово все хорошо из плюсов еще что я заметила особенно если ты на работе что нет сонливости больше нет такого чувства как будто когда покушаю да поем не уже столько раз делали замечания в комментариях ребят да поем кушают дети когда я поем то чувство такое вот полежать вот что такое особенно если что-то вареное такое там картошку по им хочется полежать то в данном ситуации лежать не хочется какая-то бодро сегодня прям очень такая бодра и вот я сейчас приехала на часах 20 минут первого я не знаю не хочет мне спать мне хочется что-то бы делать но нужно ложиться отдыхать потому что я знаю что завтра мне опять на работу с утра вот а если вы не зато не на работу то я бы наверно сейчас занялась бы уборка и что-то такое дело в сравнении с голоданием по марве огонян все таки я понимаю что на травах было гораздо легче почему потому что отбивался аппетит напрочь вообще то есть вот этими травами и не было вот так вот кислоты повышенной кислотности но я сейчас вообще на цитрус вообще не налягаю то есть мне кажется апельсиновый и грейпфрутовый фреш вообще не подходит хотя по методу марве огонян очень многие худеют не только худеть ним очень многие очищаются не только с помощью вот этих трав да они пьют там с какого-то определенного дня сок грейпфрута я не представляю мне кажется это самый жесткий сок сок грейпфрута и как его можно пить на голодный желудок и вообще нет то есть я не знаю я не употребляла его и думаю что вообще цитрусы в этом не помогают вообще они и вообще я думаю что цитрусом здесь не место то есть очень хорошо на морковный фреш яблочный там вот я хочу сделать еще свекольный фреш свекла с морковкой с яблочком вот но никак не цитрус мне кажется стенки просто будут печь так что это первый день я попила мандариновый там по апельсиновый мне желудок прям сразу сказал что стоп вот поэтому очень важно слушать свой организм как что и где так в моих комментариях очень многие переживают и советуют я знаю да что проще было держать себя проще было не запускать и вообще не коровить до 120 килограмм ребятки я знаю что так можно было и скорее всего нужно было но мы имеем то что мы имеем и по два часа на физ подготовки там как мне говорят два часа ходи гуляй там заниматься физическими упражнениями ребят у меня просто на это нет времени вы видите да сейчас я с вами беседую сейчас пол первого ночи пол первого мои зайчики ухожу я тоже самое просыпаюсь галопом по европам я ухожу на работу то есть меня нет сутками дома и ходить где-то по два часа них просто-напросто нет либо это когда не буду спать вообще и свалюсь но поэтому и я повторюсь что это голодание мне нужно не только для похудения похудение это самый главный бонус то что я получу на выходе из голода да но мне это нужно еще для очищения моего организма и для отпуска для моей поджелудочной железы сейчас на в отпуске ну все мои хорошие я очень надеюсь что вы меня поддержите пальчиками вверх что не будете осуждать я никого не призываю просто прошу побыть со мной рядом в этот нелегкий период времени да поэтому все всем пока пока